добрый день вечер или утро уважаемые наши зрители после такого двухнедельного перерыва мы возобновляем наши репортажи и наши беседы наши беседы не прекращались они не прекращались у нас сейчас много есть материала из разных городов которые будут опубликованы баня в анапе до разные встречи с разными людьми но это будет чуть позже информация а сегодня мы хотим ну во первых опять представиться владислав макаров кузнец айкидо роман карасев рука дзюдо и вы смотрите планеты дзюдо о чем мы хотим сказать мы хотим сегодня поблагодарить всех поделиться нашим рассказать о нашем путешествии о нашем туре по югу россии который состоялся с 8 по 18 марта буквально два дня назад мы приехали с мы он проводился под такой в рамках так такой программы так называемые боевые искусства здоровье сберегающие технологии а также в рамках нескольких еще образовательных просветительских проектов всемирной ассоциации дзюдо мы изучаем дзюдо и проекта совместного с всероссийским литературно-художественным журналом мурзилка который называется концепция воспитания культуры человека через через комплексное развитие средствами физической культуры вот так так такие глобальные у нас были и как вишенка да мастера и кино вот глобальные проекты но сразу хочу сказать что еще раз всем сказать что само название дзюдо как видеоканале планета дзюдо так и во всех других просветительских проектах которые мы обозначены оно не связано никоим образом с олимпийским видом спорта а связано с некой такой концепцией философской вот ну давайте теперь начнем немножко я скажу о турне самом какие города а потом мы придем уже к осмыслению того происходящего что было начнем из влада значит у нас были города мы стартовали с москвы проезжали по трассе дон таганрог значит у нас был по маршруту анапа лазаревская туапсе майкоп и армавир планировалось включить маршрут еще сочи и адыгей о сочи и адлер но по некоторым причинам там у нас немножко не состыковалась ну в общем получилось так как получилось мы заменили на у нас было отдали еще одно самому давайте теперь значит хочу слово передать владиславу макарову он был погружен в это в это турне из области айкидо вот хотя все все места где мы были это места скопления так сказать сливок такого мастерства в области спортивно соревновательного дзюдо ну вот его ощущение вообще по всему этому турне давайте послушаем здравствуйте телезрители что я хочу сказать поблагодарить всех у кого мы были впечатления самые позитивные и у нас даже родилась шутка градус гостеприимства зашкаливает скажем так поэтому всем низкий поклон и в воронеже тоже останавливались люди нас встречали встречали принимали на самом лучшем уровне в воронежской области так уточнение это не надо не надо зачем ну просто ворона да но место то указать а место скажи какое а место было очень мы не просто остановились в каком-то там месте непонятном а по стечению каких-то обстоятельств мы остановились вместе где-то совместно где находится самый старейший в россии конезавод на сегодняшний день он называется хреновской конезавод который был открыт графом святейшим графом орловым и открытым был в 1750 каком-то году или что-то что-то вроде вот такие даты то есть ему уже порядка 200 300 лет будет там через 30 лет да получается вот но сегодня это конечно уже не принадлежит этот завод к семейству орловых вот другим семействе посмотрю лучших лучших рысаков орловских это вообще что-то такое красота неописуемая так вот что-то я за тебя рассказываю давай хорошо нет ты рассказывай а потом я бы я буду только добавлять ну пойдем погреемся может поздоровались уже или мы прям все выгодно не 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 ну сейчас ты займал не не замерз задай вопрос какой-нибудь хорошо задаю вопрос направление такое значит первая наша остановка была еще раз говорю это место которое называется село слов слобода и там находится вот этот конезавод хреновской скажи пожалуйста твои твои чувства твои ощущения именно вот по этой остановке которая была первая на нашем пути там там тоже есть но твои ощущения ощущение что большая степень ответственности скажем так потому что здесь мы ехали к друзьям друзей то есть скажи кто твой друг и я скажу кто ты скажем так и ты можешь как мы сейчас учим но я учу что ответственность надо брать на себя не перекладывать ни на кого не на обстоятельства не на не на друзей вот ты отвечаешь но сложность в чем что едем друзья друзья могут ну разные обстоятельства быть и понравится не понравится настроение может быть какое-то но вот на наша поездка началась очень хорошо то есть к нам так позитивно отнеслись люди которые нас видят первый раз ну конечно мы общались но в живую то есть в живую общение ничто не заменит в этих в современных реальностях вот так вот я бы сказал на этот вопрос и люди даже отзывались в свой уходной шли пораньше чтобы нам помочь чтобы мы могли на лошадях прокатиться ознакомиться и дальше продолжить свой путь не не скажем так люди подстраивались под наш график шли даже не подстраивались шли нам навстречу и это очень приятно по нашему графику шли не по своему а практически по нашему да да вот ну как вот сказать это это дорогого стоит скажем так значит что то ценное мы несли ну и я хочу добавить что видимо скорее всего люди увидели в нас какую-то силу не не силу а какую-то такую востребованность и мы как бы переключили свое вот это внимание нести некую культуру в то что они сразу включились чтобы нам передать некую свою культуру может быть поэтому у нас и 8 марта международный женский день женский коллектив встретил на и показал вот этот конезавод и познакомил с рысаками орловскими познакомил прокатил на на лошадях мы узнали историю то есть это по большому счету на самом деле нам передали некое культурное достояние да вы вроде бы со своим каким-то культурным достоянием пришли а это вот такой или как мы перетекание произошло да как вот из-за того кто отдает кто принимает это понятно но мне понравилось что куда мы едем то есть несколько раз это куда мы едем это мякоть дзюдо по большому счету лучшие в россии там специалисты южный и мастеров учить только это глупость полная но настрой был такой что мы не едем никого обучать а мы показываем не обучаем ну не цель научить а цель просто показать и поэтому это сняло многие всякие недоразумения потому что мы пришли чё ну чё вы там можете чему нас там удивляйте скажем так не просто а просто обмен опытом был то есть и мы учились я учился очень хорошо посмотрел как чего и даже очень рад что смог чем-то быть полезным из предыдущего видео да да а как а как тебе вот вообще атмосфера вот этого пути первичного от москвы до воронежской области я думал тяжело дастся отдалось легко потому что мы во первых останавливались когда хотели да потом мы питались хорошо потом мы разминались каждый раз и вот эти разминки они они короткие но настолько эффективны что нам было легко преодолевать любые расстояния ну ну это я со своей точки зрения то есть разминки настолько эффективны вот эти а что мы использовали в качестве размины а вы увидите через неделю что мы использовали этого тогда мы кстати вот упустили момент сказать кто был в турне ну да кто был кто был ну все таки мы ведем дискусс о том что рассказываем об этом турне немножко в турне были значит присутствующий здесь владислав макаров присутствующий здесь и говорящий сейчас роман карасьев отсутствующие сегодня еще три человека это андрей гулай который здесь бывает на регулярность до который постоянный наш так сказать со собеседник с размышлитель вот и моя дочка была и племянница это елизавета и софья которые практикуют культуру боевых искусств вот пытаются применить это тоже к своей повседневной жизни для них это было впервые тоже такое турне в качестве таких тоже они показали какой-то свой опыт да жизнь ну как-то и для них это был большой опыт я так думаю для вообще для всех для нас вот так у нас было пять человек перемещались мы на автомобиле весь маршрут у нас где-то порядка четырех тысяч километров был и если подытожить вот этот первый этап остановочный то есть мы по остановкам будем то вести там москва москва село слобода где мы были два раза где вы сделаем были по одному как братом оттуда начали там же закончили то вот этот начальный маршрут и первая остановка конечно он был интересен мы во первых выехали в большой снегопад из москвы очень такая произошла 1 1 такое чудо для нас для всех когда мы въехали в воронежскую область прекратился вообще снега снег исчез вот и это дало нам надежда это дало нам думать или предполагать что все дальше нас ждет светлое будущее солнечное вот ну и на самом деле вот как влад сказал что градус градус гостеприимства до приехать к людям которые тебя никогда не видели не знали только знали просто по общению по общению переписки какой-то и они тебя встречают причем заранее это не было спланировано мы прям в пути им ну где-то так 50 на 50 это все равно мы приехали это все было так встречены причем нас встречала при прекрасная дама вот очень ну открытая такая которая ну ну представьте вот вдруг вдруг вам кто-то звонит игре так пять человек встречай мы будем через там полтора часа эти человек будучи в кинотеатре он говорит все выключают кинотеатра практически и бегу домой и это конечно вот поразило сразу поразило вот этот прием человек нас встретил накормил напоил уложил спать и создал настрой до создала общий настрой то есть мы приехали не изможденные как это из москвы да мы сразу там сделали вот репортаж репортаж сделали тоже побеседовали там пришла еще одна женщина которая работает на конезаводе мы мы узнали очень много вообще о разведении лошадей до какую-то информацию об истории конезавода о жизни этого села и узнали что там есть и чудо и тхэквондо и всякие музыкальные кружки и так далее то есть в принципе село развивается ну в меру тех возможности которые она имеет хотя возможно как мне кажется возможности больше у этого села вот что имеем то имеем да как говорится вот на этом мы вот эту первую часть нашу остановочную заканчиваем еще раз я хочу поблагодарить всех кто нас принимал селев на селе слобода это воронежскую область родители до пожелать всем просто всего самого наилучшего вот и возможно на этом пути мы еще как-то встретимся все таки планета дзюдо планета мягкого пути вот мы идем париться а дальше будет следующий следующий таганрога таганрога